Поехали кататься Я видела, я видела, ага, я видела Всем привет, приглашаю проехаться вместе со мной Дорогие мои зрительницы, мне очень интересно и важно с вами общаться И хочу такой маленький вопрос поднять на тему цветотерапия по отношению к внешнему виду Играет ли для вас, ну вы знаете, на цвет одежды я очень реагирую Очень реагирую Даже сумку я взяла сегодня другую Сегодня я вся в сером, серебристом таком И сумка у меня под стать Я ее очень люблю Эту сумку я купила на лайнере, когда мы плыли в Скандинавию Вот, и у меня такая память Возраст у меня уже плюс Поэтому воспоминания о таких вещах, конечно, очень-очень здорово Но я хочу вас спросить Я сейчас еду в магазин Со женскими принадлежностями Которые называются «Краска для волос» И хотела у вас узнать Ну, во-первых, какого цвета у вас волосы сейчас И мне очень важно, какой цвет у вас глаз Почему? Потому что, когда много-много лет назад мы переехали в этот город Я первый раз встретила девушку тогда Яркая блондинка, такая холодная блондинка С карими-скарими глазами Для меня это было так необычно Обычно я думала, что блонд – это люди светлой кожи и светлые глаза Зеленые, серые, голубые глаза А это такая прям кориглазка А волос вот именно был светлый блонд Вот, и я хочу спросить А вы напишите в комментариях Какого цвета у вас волосы, какого цвета у вас глаза И мне очень важно Вы всю жизнь в одной цветовой гамме Или вы меняете свой цвет волосы И самое главное Чувствуете ли вы, что у вас цветом волос меняется судьба, характер, настроение Может быть, вы становитесь более активной Может быть, вы становитесь более нежной Это для меня очень-очень важно Потому что я в свое время Ну, кардинантно поменяла цвет волос От вишневого вишенка Рикоштан, как он называется До вот такого Ну, блонд не получается Потому что я такая ржеватая Это проблема Но все равно где-то вот в этом фоне Я хочу сказать, что у меня действительно Поменялся характер с цветом волос Я стала немножко юморнее Смешнее Наивнее Такая, знаете, какая-то беззаботная Я сейчас проезжаю очень тяжелую территорию У нас здесь пожарище было Неделю назад И все-все выгорело Это такое удручающее зрелище Прям мне тяжело Я второй раз только выезжаю У меня такой пессимизм Прям очень-очень Ой, здесь все сгорело Все сгорело Вот И действительно, когда я поменяла цвет волос На более-более светлый такой вот То характер и восприятие мира изменилось Хочу сказать честно Я стала более сверхчувствительной Еще чувствительной Если раньше цвет волос мне добавлял такой Харизмы Активной жизненной позиции Ну, такой вишня Каштан такой был, знаете Вот Была молодость Было столько энергии Столько планов Столько уверенности Ну, во всем Ну, плюс тоже тогда Годы были такие нелегкие Ну, в общем-то Все как-то прошло С Божьей помощью благоприятно А когда я поменяла На вот такой вот цвет волос Что-то со мной случилось Я такая стала чувствительная Такая эмоциональная Очень волнуюсь У меня такая гипертревожность появилась Может быть, это с возрастом Может быть, это жизненная усталость Или, как вы сказали Как-то написала женщина Очень интересно Как усталость металла Или вот что-то Похоже Что-то такое сравнение Ну, можно сказать Эмоциональное выгорание Может быть, да Потому что Все-таки Возраст Здоровье Ну, в данном случае Я живу в Украине Эвакуация Как бы От войны Ну, вот это вот все Сейчас такая обстановка Очень сложная Ненадежная Но не будем об этом говорить Мне очень важна с вами связь Вы мне так помогаете Когда вы пишете О том, о всем Советы мне даете Которые мне так помогают В общем-то Я свои каналы открыла Чтобы, ну, свои советы вам давать Но у нас такая с вами связь идет Что я просто потрясена Вот Поэтому Напишите мне, пожалуйста Вот то, что я спросила Цвет волос Цвет глаз Для меня это очень важно Вот с точки зрения энергетики Вот И зависит ли Ну, вот Блондины Брюнеты Девушки Мужчины По характеру По темпераменту По выносливости По плаксивости Может быть Вот Поэтому, пожалуйста Напишите мне Это очень важно А я еду сейчас Закраска Для волос Я буду брать Не знаю, какой фирмы Посмотрю Блонд Ну, так Чтобы чуть-чуть Припудрить свое Ну, я вообще-то Не рыжая Ну, он смывается И становится Такой желтоватый Поэтому Вы меня не судите Строго Я не обращаюсь К стилистам К парикмахерам Я такая Как есть И во мне все Такое Как есть Как получается Вот Поэтому Приглашаю со мной Сейчас зайдем в магазинчик Посмотрим Выберем краску Спасибо за субтитры 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 Краску выбрала А вы мне еще советуете Пользоваться Оттеночными бальзамами Поэтому я сейчас посмотрю И, наверное, все-таки возьму Оттеночный бальзам Только теряясь Какого цвета Я понимаю, что у меня не будет Такого цвета Как на картинке Поэтому Учитываю это И возьму То, что Привлекает мне внимание Не знаю Теряясь в выборе Ну, вот, чтобы Желтизну Немножко Убрать Ну, много всего Но, в общем-то Я ехала целенаправленно И, в общем-то Ничего другого Пока брать не буду Вот такой ассортимент В магазине Есть акции Небольшая такая съемочка Была в магазине Вот И Я езжу в магазин Ева Потому что там бывают Уникальные акции Я не могу Понять Самой Самого Самой этой акции Потому что Вот, например Например Что я купила Например Покупаешь Два предмета Третий тебе идет Бесплатный Вот Я кремами Не пользуюсь Но сейчас осень И это Крем с моей молодости Белоснежка Он отбеливает Пигментацию Сейчас октябрь Зима будет То есть Можно пользоваться Пилингами И отбеливающими Кремами Поэтому это Воспоминания Моей юности Белоснежка Или охраним Это все От веснушек Вот Это я купила Спрей Алоэ Вера Он просто увлажняет Кожу У нас в доме Сухо Особенно Когда будет Отопление Поэтому очень удобно Было Две покупочки Третья Бесплатная Это дневной Отбеливающий Это ночной Отбеливающий Но в любом случае Вечерний На краску Не было Акции Потому что В прошлый раз Я брала Две А третья Была бесплатная Сейчас На краску Нет акции Но зато Была акция На Оттеночный Бальзам То есть Один покупаешь А второй Идет за пол цены Куда я его Положила Где-то он У меня тут Где-то он У меня здесь На видном месте Да Но Вы знаете Что-то Я так Что-то Я так Да Вот Один берешь А второй Половинная Цена Это у меня Один Холодная Ваниль А второй Жемчужная Пепельный Ну То есть Чтобы немножко Желтизну Убрать Ну Посмотрим Буду чередовать Какой будет Результат И скажите Пожалуйста Вы всегда Ходите В салоны Красить Волосы Или Вы перешли На домашнее Окрашивание Которая Конечно Намного Дешевле Но Не такое Качественное Вот Поэтому Напишите Пожалуйста У меня тоже Было время Когда Покраску Я делала У профессионалов Мастеров Ну Потом Пришло время Коронавирус И в общем-то И маникюр И покраску Уже как-то В салонах Отменили Из-за коронавируса Все было закрыто Поэтому Жду Ваших Комментарий Спасибо Что Вы были Со мной И так Едем Приводить Себя В порядок И до встречи На каналах Моих Подписывайтесь И просматривайте Мои видео Мои видео